Карабах – это Азербайджан. И восклицательный знак. Здравствуйте! 2019 год запомнился рядом значимых событий не только в политической, но и экономической, культурной и в других сферах в Азербайджане. О том, как Азербайджан успешно продвигал свои интересы в рамках международных организаций, мы поговорим с председателем Центра анализа международных отношений Фаридом Шафиевым. Фарид Малим, приветствуем вас! Здравствуйте! Фарид Малим, наверное, вы согласитесь, что в 2019 году Баку часто становился местом проведения мероприятий глобального масштаба. Среди них сами движения «Неприсоединение». Впервые за последние 30 лет европейский континент в лице Азербайджана принимал данный саммит. Как вы оцениваете вообще проведение в Азербайджане данного саммита и принятые по его итогам документы? Да, это, пожалуй, я бы сказал, наиболее крупный саммит, который был проведен в Азербайджане. Как мы знаем, государство членов движения «Присоединение 120» вместе с наблюдателями и с представителями других организаций. Где-то около 158 делегаций присутствовало в Баку в октябре. Движение «Присоединение» действительно, его еще иногда называют «Малым ООН» — Организация Объединенных Наций. Действительно, включают почти две трети государств и членов организации. Как мы знаем, он возник в годы Холодной войны именно как движение стран, которые не хотели не присоединяться к никакому военно-политическому блоку. В данном случае, в том случае мы говорим, это западный блок НАТО или же блок вокруг Советского Союза «Варшавский договор». И несколько ключевых принципов движения «Присоединение», помимо того, что действительно не присоединяться никаким военно-политическим блоком, речь идет также о определенных политических принципах, поддержка территориальной целостности, независимой внешней политики. Также там есть и экономическая составляющая. Большинство стран движения «Присоединение» являются развивающимися. Отсюда и действительно определенная экономическая повестка дня. Что касается Азербайджана, да, мы на Южном Кавказе единственная страна, которая не присоединена к никаким военно-политическим блокам и в ближайшее время не намеревается. В данном случае мы говорим об Армении, которая является членом ОДКБ, и Грузии, которая хотела бы стать членом НАТО. У Азербайджана совершенно иная политика. Иногда спрашивают, что дает сами движения «Присоединение». Опять же, это очень крупная политическая организация. Да, у нее нет, скажем, штаб-квартиры, нет несколько политическая составляющая размытая. В том плане, что даже внутри, скажем, этого движения есть многие страны, которые конфликтуют между собой. При всем при этом это очень значительная группа государств, которые, в особенности в рамках международных организаций, в первую очередь ООН, выступают с единых позиций. То есть, когда рассматривается тот или иной вопрос, значит, страны, государства, движения и присоединения, они выступают с общей повесткой дня. Поэтому первое, то, что Азербайджан становится председателем на три года такой авторитетной организации, это, конечно, политические дивиденды. Уже Азербайджан начал озвучивать от имени 120 стран определенную позицию по тем или иным вопросам международной повестки дня. Ну и конкретно, если говорить о нашей самой большой проблеме армяно-азербайджанском конфликте, в данном случае на саммите тоже был принят документ, в котором есть параграфы, касающиеся армяно-азербайджанского конфликта. Однозначно выражается поддержка территориальной целостности Азербайджана, а также выражается поддержка урегулированного конфликта на основе территориальной целостности Азербайджана. То есть до этого движение присоединения тоже принимало документы, и там, например, в последний раз в Венесуэле тоже был документ, и там был параграф, касающийся армяно-азербайджанского конфликта, но в данном случае он был значительно усилен. И поэтому, конечно, в данном случае мы видим поддержку большого количества государств. Более того, если в рамках той или иной политической организации, международной организации, в данном случае в ООН, например, будет обсуждаться вопрос, связанный с конфликтом, мы будем иметь поддержку движения и присоединения. Это очень значительный фактор. К слову, решительная позиция Азербайджана по вопросу армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта была успешно доведена до мирового сообщества также на зарубежных площадках. Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на 16-м заседании Международного дискуссионного клуба Валдай эксперты называют одним из лучших заявлений 2019 года. Лаконичный и но точный ответ «Карабах – это Азербайджан» и восклицательный знак. Этим заявлением президент Азербайджана Ильхама Алиев вновь довел до внимания международной общественности, вновь акцентировал внимание международного сообщества на том, что Азербайджан не собирается уступать и пяде земли в переговорном процессе. Как вы оцениваете вообще данное выступление? Да, конечно, это было значительное выступление. Мы опять же говорим о политической составляющей урегулирования конфликта, о дипломатических усилиях по урегулированию конфликта. То есть у конфликта есть, конечно, военный путь. Об этом мы сейчас не говорим. Если говорить о дипломатических успехах, действительно, прошлый 2019 год был в этом плане успешный. Мы помним, что были заявления абсолютно неконструктивные, радикальные заявления со стороны руководства Армении, в частности, премьер-министр Пашиняна в Ханкенде, что Нагорный Карабах является частью Армении, точка. Наш президент выдержал определенную паузу и нашел гораздо более престижную платформу, не какая-то там толпа сепаратистов на оккупированных территориях, а именно один из авторитетных политических клубов в Алдайский форуме. Там выступил в присутствии глав государств. Поэтому, конечно, с этой точки зрения важно, где и как выступаешь, какие месседжи озвучиваешь. Поэтому это еще одно успешное выступление президента Азербайджана. Немаловажные заявления прозвучали и в столице Словакии, Братиславе, в ходе заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, на полях которого также состоялась пятая по счету за 2019 год встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении. Также в ходе этого заседания участником данной структуры был направлен меморандум, где официальный Баку изложил свою позицию в вопросе урегулирования Карабахского конфликта. Как вы вообще в целом оцениваете итоги данного заседания и как бы вы подвели итоги председательства Словакии в ОБСЕ? С точки зрения урегулирования конфликта роль председателя ОБСЕ, к сожалению, была незначительной. Но другим важным фактором является то, что Словакия открыла посольство в Баку. Это сам по себе интересный и важный факт. И в Словакии это единственное посольство на Южном Кавказе. Что касается самой деятельности ОБСЕ и встречи в Братиславе, к сожалению, в этом году, об этом уже говорил и президент Азербайджана, и министр иностранных дел Азербайджана, мы не увидели никакого прогресса. Армения затягивает переговорный процесс. Я как-то писал, выступал со статьей, которая называется «Кто боится мира?». Действительно, Армения боится мира, она не хочет на это идти. Там, конечно, и внутри Армении все очень сложно. Внутренний политический процесс, он очень сложен, неоднозначен. Премьер-министр Пашинян встречает очень сильное сопротивление так называемого Карабасова клана. Может быть, где-то он внутри осознает, что будущее Армении, и в частности осуществление тех реформ, которых он обещал во время своей предвыборной кампании, во время своей революции, все это невозможно осуществить без мирного сосуществования, без установления мирных добрососедских отношений с Азербайджаном, в первую очередь, а потом и с Турцией. Но, к сожалению, на сегодняшний день как армянская политическая элита, так и, скажем, в целом общественность находится в плену вот этих националистических идей о Великой Армении. И поэтому в ближайшее время, честно говоря, я не вижу, чтобы какие-то были изменения в этом направлении. Вместе с тем, я опять же говорю, Азербайджан должен продолжать свою деятельность на дипломатическом поприще, значит, на политических платформах. Все касается и дипломатов, и журналистов, и ученых. Мы должны заниматься своим делом. Военные должны заниматься своим делом. Мы должны заниматься своим делом и продолжать очень целенаправленную, скажем, политику по, значит, продвижению интересов Азербайджана в рамках урегулирования конфликта. Еще одной важной площадкой для донесения важных посылов всему миру стал Бакинский саммит мировых религиозных лидеров. Он состоялся в ноябре 2019 года, и в нем принимали участие свыше 200 религиозных лидеров из разных стран. По его итогам также были приняты документы, в которых затрагивался Нагорно-Карабахский конфликт. Как бы вы подвели итоги данного саммита? Ну, это вот еще одно мероприятие, которое повышает авторитет, показывает авторитет Азербайджана. Действительно, я считаю, что вот это мероприятие представителей различных религиозных течений в Азербайджане, они были здесь, представители христианства, ислама, иудаизма и многие другие. Это еще раз показывает авторитет и вес Азербайджана на международной арене. Вместе с тем, действительно, Азербайджан в определенной степени является моделью существования различных религиозных течений. Правда, армянская сторона каждый раз пытается именно этим конфликтом показать, что не все так хорошо в Азербайджане. Но ведь конфликт у нас нерелигиозный, мы будем откровенно всем известны, а в Азербайджане очень хорошее отношение со многими христианскими государствами, непосредственно с Грузией, с Украиной и так далее. В Азербайджане продолжают существовать, мирно проживать представители различных конфессий. Поэтому еще, так скажем, это один шаг, то, что называют мягкой силой, soft power Азербайджана на международном уровне. Тут возникает следующий вопрос, что ни в одном из перечисленных нами мероприятий, проводимых в Азербайджане, армянская сторона не участвовала. Но зато они подвергли критике принятые документы решения по итогам этих мероприятий. Как вы думаете, почему армянская сторона, если им было что сказать, почему они отказались приезжать сюда? Да, там вопрос о том, что безопасность, это является уже демагогией. Главной причиной того, что они не приехали, то, что Армения оказалась в изоляции. Действительно, Азербайджан пользуется авторитетом на международном уровне, поддерживается территориальная целостность Азербайджана. Это самый важный фактор. И, конечно, Армении не хочется оказываться в одиночестве на таких форумах. Следующий вопрос. Как вы оцениваете важность консолидации тюркского мира в вопросе урегулирования Нагорно-Карабадского конфликта? В частности, как бы вы прокомментировали заявление, прозвучавшее на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных стран? В целом, Совет тюркоязычных государств, кстати, было предложение от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева называть его саммитом тюркских государств, а не тюркоязычных. Так вот, на саммите тюркских государств, вообще весь саммит, деятельность этого Совета, она не направлена на урегулирование конфликта. И, скажем, это организация, которая объединяет тюркские государства. Это их общая основа, это язык, культура, история, традиция. То есть, основное направление деятельности — это гуманитарное. Но, помимо этого, конечно, то, что мы видим поддержку и со стороны этой группы государств, и в частности, когда касается дела азербайджанского, а это значит и общего тюркского наследия на оккупированных территориях, ведь оно там разрушается. К этому факту тоже было привлечено внимание во время саммита. Все, опять же, это показывает о растущем политическом авторитете Азербайджана, об успехах его на международной арене. Фарид Малим, вы, наверное, согласитесь, что одной из важных тем, которую азербайджанская сторона поднимала на международных площадках, — это героизация фашизма в Армении. В частности, речь идет о Гарегине Нжде, приспешнике фашистов, которому воздвигли, установили памятник в Ереване. Президент Азербайджана, выступая на саммите глав СНГ в Ашхабаде, затронул эту тему. Как вы думаете, как вы считаете, смогут ли эти усилия предотвратить подобные прецеденты со стороны Армении? Да, вы знаете, вообще я немножко хотел возвращаться, начать с другого. Вот героизация фашизма, оно, или в данном случае Гарегина Нжде, — это один из элементов той атмосферы, которая создалась в Армении в рамках вот этой идеи, шовинистической идеи о Великой Армении. То есть есть Великая Армения по их понятиям, по их националистам, значит, армянский народ является, скажем, типа высшей расы. И Гарегин Нжде, кстати, является автором, помимо его сотрудничества с фашистами, другим важным моментом, и не менее важным моментом, а может быть даже более важным моментом в его деятельности, является то, что он является автором российской идеологии, технотронизм. Это тоже схожая, скажем, с нацистской идеологией о превосходстве арийской расы, а здесь речь шла у Гарегина Нжде о превосходстве армянской расы. Его вот это то, что я назвал, его доктрина, она состоит из именно превосходства армянского народа и религии армянской над окружающими народами. То есть это есть составная часть вот этой шовинистического плана, шовинистической идеи о Великой Армении, создание там огромного государства с моря, от моря до моря, между трех морей и так далее. Поэтому, то есть это, скажем, то, что логическое завершение. Помимо этого, есть еще другой важный фактор, что, то есть здесь есть элемент вот такой российской идеологии, есть элемент сотрудничества с фашизмом. Далее мы, если пойдем дальше, то увидим в Армении тоже героизации подвергаются также и террористы. Был в свое время Монте-Мелконьян. Поэтому все элементы государственной, к сожалению, государственной идеологии, потому что я не думаю, что эта идеология приносит какие-то пользы Армении и армянскому народу. От этого пора отказываться. Кстати, звучат иногда очень такие робкие голоса в армянском обществе против этого, но в данном случае это все действительно очень робкие голоса, учитывая ту атмосферу, которая создана за последние особенно 20, 30, 20, 25 лет в независимости Армении. То есть все это направлено, все ресурсы направлены на вот эти территориальные притязания. Поэтому, опять возвращаясь к тому, что было сказано в Ашхабаде, естественно, привлечено внимание к одному из элементов националистической политики Армении. Но ведь вот именно на том же саммите глав СНГ в Ашхабаде премьер-министр Армении Никол Пашинян попытался оправдать Горегинамштей. Как вы думаете, насколько у него вообще-то оправдалось? Это, конечно, неудачно, тем более он сравнивал Ниждес с Солженицыным. Никто нигде не сравнивает. Откройте книги, исторические книги, очень много исследований по Советскому Союзу. В Советском Союзе были диссиденты. Тоже, кстати, иногда не совсем однозначно есть определенные идеи того же самого Солженица, но это уже совсем другое. От совсем другой области никто, конечно, не сравнивает. Он сравнивает ту, скажем, деятельность диссидентов, которые выступали против тоталитарного социалистического, коммунистического строя. И тех, кто выступал за создание, значит, такой суперрасы, супернации, да, скажем. Поэтому даже я думаю, что не стоит долго рассуждать на эту тему. Но еще хотелось бы отметить, все-таки усилия Азербайджана в этом направлении именно, они дали свои плоды и результаты. Ведь памятная доска в Армавире, в Карегину Уштей, она была демонтирована. Ну, естественно, в России, в России большая страна, там происходит много чего, иногда они сами не замечают. И вот действительно, я считаю, что очень важным моментом, что напоминает о том, что происходит на территории России. Там вкрапливаются определенные такие националистические доктрины. Ведь в России тоже живет очень большое количество народов, наций, разных конфессий. В общем-то, там все достаточно происходит мирно. Поэтому я думаю, что и в интересах России поддерживать этот мир, внутренний мир между представителями различных народов и религий. Подводя итоги 2019 года, мы не можем не упомянуть о работе Центра анализа международных отношений. Вот вы посетили несколько стран с официальными визитами. Во время, в рамках переговоров обсуждался Карабахский конфликт, отношения Азербайджана с Европейским Союзом и многое другое. В целом, как бы вы подвели итоги работы за 2019 год вашего Центра? Это первый год нашей деятельности. Как известно, Центр был создан в феврале. Однако, хочу отметить, мы свою оперативную деятельность начали только в июле, потому что финансирование было открыто только в июле. Мы набрали сотрудников и так далее. И вот с июля началась такая полная деятельность. Были зарубежные визиты, как вы отметили, в Грузию, в Беларусь, в Россию, в Брюссель, в Бельгию, в Турцию. У нас на повестке дня и другие визиты. Кстати, два визита мы делали совместно с Азербайджанской общиной Нагорного Карабаха. Понятно, что… Ну, я сейчас долго говорить нет возможности о деятельности Центра. Это такой мозговой центр научно-исследовательский. Вкратце мы готовим отчеты, доклады для руководства страны. Ну и сейчас вот у нас открылся сайт, и мы будем представлять общественности тоже, так скажем, наши интеллектуальные продукты. Да, мы открыли курсы армянского языка. В принципе, есть у нас тоже планы по, значит, скажем, деятельность, образовательная деятельность в рамках нашего центра. Она, правда, небольшая, учитывая наши ресурсы, но мы, конечно, тоже вот есть определенные приоритеты. Касательно конфликта, это проблема номер один, поэтому мы ведем обсуждение, мы ведем, с одной стороны, исследование, что происходит в Армении, в диаспоре, самом, значит, на оккупированных территориях, в Нагорном Карабахе, вокруг нас, в регионе, в соседних странах. Ну, номер один — это конфликт. И поэтому в рамках вот этого изучения конфликта мы обсуждаем эти вопросы с нашими партнерами зарубежными, такими же научно-исследовательскими центрами, фингтанками, да, мозговыми центрами. И, конечно, вопрос армяно-азербайджанского конфликта всегда там бывает на первом месте с нашей стороны. И вот в Брюсселе и в Турции мы проводили круглые столы с исследовательными центрами в Брюсселе, в Турции. У нас есть планы дальше, и другие страны тоже мы будем продолжать эту деятельность в 2020 году. Поэтому хочу сказать, что в целом первые шаги, ну, мне, может, не совсем правильно оценивать свою деятельность. Ну, по крайней мере, мы постарались создать фундамент центра, определить направление деятельности, определить повестку дня. И в том числе мы вот сейчас разрабатываем на 2020 год. И мне кажется, вот на 2019 год уже можно сказать, что у нас есть определенная опора, определенный фундамент для дальнейшего развития. И в завершение нашего выпуска мы бы хотели узнать ваши прогнозы на 2020 год. Прогнозы самое сложное дело, и вместе с тем мы для того и существуем, чтобы давать прогнозы, в том числе руководству страны. Ну, я так скажу, в 2020 году трудно ожидать. По проблеме номер один, учитывая вот все, что мы топтались на месте в рамках урегулирования, трудно ожидать какого-то прорыва. Вместе с тем необходимо продолжить деятельность в этом направлении. Два фактора, я думаю, будут важными в рамках урегулирования. Это внутриполитическая обстановка в Армении. Как там будет развиваться ситуация между Пашиняном и другими там политическими группировками. И мы видим, что достаточно очень сложная ситуация там. Ну, и, конечно, вот каким будет дальше подход России. Да, в этом деле. Что касается других вопросов, я считаю, что динамика достаточно положительная. Скупание наших отношений с соседями. У нас динамично развиваются отношения, в том числе Россия. 2019 год очень был плодотворный, результативный с Ираном. Ну, есть, конечно, и моменты, которые должны быть в центре внимания. Это ситуация на Ближнем Востоке, ситуация между Ираном и Соединенными Штатами, ситуация в Европейском Союзе. Да, президент выступал 23 декабря 2019 года своим видением отношений с Европейским Союзом. Мы нацелены. Там есть пару вопросов проблемных. Если удастся их урегулировать, я думаю, что удастся, то мы выйдем на новое соглашение. Но в самом Европейском Союзе тоже идут неоднозначные процессы. Наверное, мы увидим Brexit. Как это все скажется? Тоже есть у нас определенные размышления на этот счет. Значит, выход Brexit состоится, скорее всего, и это скажется на Европейском Союзе. Мы видим, что в вопросах расширения особенно нет никакого желания идти дальше. Поэтому будет определенная пауза в этой связи в 2020 году. А вот отношения с Россией, между Западом и с Россией тоже, конечно, объект приставленного внимания. Хотелось бы, чтобы, конечно, напряженность уменьшилась. Фарид Меллим, наша беседа подошла к концу. Огромное спасибо вам за содержательные ответы. А я напомню зрителям, что итоги 2019 года, а также прогнозы на 2020 год мы обсуждали с председателем правления Центра анализа международных отношений Фаридом Шафиевым. С вами был я, Шамистал Мамедов. До свидания. Карабах – это Азербайджан. И восклицательный знак. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok